Легенды Крыма Карасевда Таракташская легенда Облако Если ты летишь на юг, пролети над моей деревней Скажи, Гюль Бияз, что скоро вернется домой Мустафа Чалаш Пролетело облако, не стало видно за тюремной решеткой Целую ночь работает Мустафа Чалаш, чтобы разбить кандалы Только не там ломится железо, где его пилят Демир Егелеген Ерден Капалма Лучше не спеши домой, Мустафа Подкралась Карасевда, черная кошка И ходит близко от дома твоего Но бежал Мустафа Чалаш из тюрьмы И скрылся туда, где синеют горы Долго шел лесом И знал, что недалеко уже Таракташ Да трудно идти в гору, устал А позади звенит колокольчик Догоняет, едет в Тановой Спустился Мустафа Чалаш в Девлендере Пропалую балку, как зовут ее от узкие татары Если нападает на кого Карасевда Непримерно придет сюда, чтобы повеситься Лег Мустафа Чалаш под дерево Ветра нет, а каждый лист дрожит, шевелится, говорит что-то Может быть, что осень пришла Может быть, жалеет человека, который пришел сюда Было жарко Закрыл глаза Мустафа Чалаш И пришел к нему странный сон Сидит, будто старый коский аджи-мурат У себя перед домом Пьет холодную бузу Ждет невесту Едет свадебный Мугудек И четыре джигита держат над ним На суреках шелковую ткань Остановился Мугудек Бросил аджи-мурат джигитам по монете Опустили джигиты золотые суреки Крикнули «Айда!» Подхватил на руки ткань невестин дядя Завернул в нее невесту и унес в дом Заиграли чалгиджи Изо всей силы ударило думбало «Айда!» — крикнули джигиты И Мустафы Чалаша Невеста стала женой старого аджи-мурата Мяукнула в кустах черная кошка Вздрогнул Мустафа Чалаш Проснулся Смотрели на него с дерева злые глаза Не видел их Чалаш Только ныло сердце Совсем близко подкралась Карасевда Схватил Мустафа Чалаш дорожную сумку Выбрался из балки Увидел свои горы Олчак Кая Куш Кая Легче стало Садилось солнце Спадала жара По всему лесу неслись птичьи голоса Запел И Чалаш Алчак Кая Куш Кая Саринден Алчак Эмир Эмир Сыбир Кызы Памукшан Имшак Слаще меда Тоньше ткани Мягче пуха Эмир Эмирисова дочь Завтра день Под пятницу Завтра ночью Пойдет Мустафа Чалаш Под окном к невесте Скажет Гюль Бияз Горячее слово Скажет Любимая Сам Аллах назначил так Чтобы я полюбил тебя Ты судьба моя Моя так тыр Говорит тебе жених твой И ответит Гюль Бияз Ты пришел Значит цветет саду роза Значит благоухает сад И расцветет в сердце Мустафы Потому что Любит его та Которая лучше всех Пришла ночь Зажглись звезды Зажглись огни по долине Вот бугор За ним дом старого Чалаша Сидит на бугоре нищий цыган Узнал его Вернулся Подсел к нему Мустафа Нехабер Что нового Есть кое-что Помолчал немного Вот скажи Какой богач от же Мурат А на свадьбе Двух копеек не дал Какой свадьбе Удивился Мустафа Гюль Бияз взял Двух копеек не дал Вскочил на ноги Мустафа Чалаш Сверкнул за поясом кинжал Что говоришь Испугался цыган Спроси отца Как в огне горел Мустафа Чалаш Когда стучал в дверь к отцу И не узнал старик сына Принял за разбойника Испугался еще больше Когда понял Что сошел сын с ума От любви к Гюль Бияз Не ночевал дома Мустафа Чалаш Разбудил двух-трех молодцов Позвал в судак Рак и пить Разбили молодцы Подвальную дверь Выбили дно из бочки Танцевал в вине Мустафа Чалаш Танцевал хай-турму Всю грудь себе кинжалом Израдил Заставлял товарища Пить капли крови своей Чтоб потом не выдали А на другой день Узнали все В судаке Этеракташи Что вернулся Мустафа Чалаш Домой И что тронуло Его карасевда Дошел Слух до Коз Где жил старый Аджи Мурад С молодой женой Испугался Аджи Чего не сделает Человек Когда тронет Его карасевда Запер Гельбюяз В дальнюю комнату И сам боялся Выйти из дома Но раз пошел В сад За деревню И не узнал Своего места Кто-то срубил Весь виноградник Догадался Аджи Мурад Кто И послал работника Заявить в овость А ночью Постучал работник В дверь Отворил Аджи Мурад Дверь Неработник Сам Мустафа Челас Стоял перед ним Старик Отдай мою невесту Упал перед ним Аджи Не знал я Что ты вернешься Теперь не пойдет Сама Лжешь старик Крикнул мне своим голосом Мустафа Позови ее сюда Попятился Аджи К дверям Заперся в жениной комнате Через окно Послал будить соседей Сбежались люди Ускакал Мустафа Челас Из коз А позади него На седле Уцепилась черная кошка Теперь всегда она с ним По ночам Разговаривает с ней Мустафа Спрашивает совета И подсказала Карасевда Пойти в козы В Гюль-Бияз Потому что Заболел старик И не может Помешать повидать ее Удивился нищий цыган Когда отдал ему Мустафа Челас Свой бешмет А себе взял Его от репья Твои лохмотья Теперь дороже Золота для меня Настоящая Карасевда Совсем голову потерял Подумал цыган Одел Мустафа Челас Цыганскую одежду Взял в руки Палку Сгордился Как старик И пошел В козы Просить милостыню Кто хлеба Кто монету Давал Пришел К Аджимурату Лежал больным Аджимурат И сидел У Гюль-Бияз Одна на ступеньке У дома Протянул к ней руку Мустафа Челас И положил ему Гюль-Бияз В руку монету Не узнал его Сжал из сердца Зацарапала Карасевда Мустафу Челаша Забыла От Илана Йок Геридон Мез Пущенная стрела Назад не возвращается Покачала головой Гюль-Бияз Значит забыла Крикнул Мустафа Челаш И бросился к ней С ножом Но успела Гюль-Бияз Уклониться И скрылась за дверью И пошел С тех пор Пошли с тех пор На судакской дороге Разбои Не было ночи Чтобы не ограбил Кого Мустафа Челаш Искали его власти Знали что где-то Близко скрывается И не могли найти Потому что Нападал Челаш Только на богатых И отдавал Награбленные бедным И скрывали его Тарактарские татары Как могли Все равно Скоро сам уйдет В Девлендере И ушел Мустафа Челаш В Девлендере В лохмотьях пришел Один пришел Бросили его товарищи Увидели что Совсем сумасшедшим Стал Уже не ночью Только целые дни Разговаривал Челаш С черной кошкой Желтым стал Не ел Глаза горели Так что страшно Становилось Пришел в Девлендере Мустафа Челаш Перед Ташем Опустил Опустил голову Были и у нас орлы Высоко летали О них еще помнят старики Не случись Карасевда Мустафа Челаш Таким бы был Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова